Во, меня начал уже засасывать, давай, кушай, кушай. Ну это конечно жопа, меня подкинул до 240 уровня, мир становится настолько темный, что глаз выколи. Ну что, друзья, это рубрика, живет только благодаря вашим лайкам и подпискам. Смысл рубрики просто как 5 копеек, показать вам, что в Майнкрафт можно пролететь во что угодно, хоть в хардкорную выживалку, хоть в историю про женитьбу и разведение детей, с минимальным количеством модификаций. А что угодно абсолютно, на что у вас хватит фантазии, я все сделаю. И для примера мы сегодня начнем с превращения Майнкрафта в хардкорнейшую выживалку с использованием 10 модификаций. Кто хочет продолжения, ставит лайки. Кто любит Герона, ставит лайки. Кто не любит Герона и не любит ролики Герона, ставит дизлайки. У нас здесь все по-честному. Теперь, собственно говоря, первый мод на сегодня, Toe Has Nails, который добавляет такую вещь, как температуру. Внизу, рядом с вашими сердечками и привычными хитбарами, появляется такая штука, как шарик. Шарик обозначает температуру тела. Сейчас она такого серого-голубого цвета и означает, что у меня все полный порядок. Но, в зависимости от биома, температура будет нагреваться. Например, мы сейчас находимся в пустыне, вставание, днем, и я потихоньку буду нагреваться. Если я перегреюсь окончательно, я сдохну, как и в реальной жизни. Можно сдохнуть от теплового удара. Помимо всего прочего, у вас появляется еще такая прикольная штука, как сытый... Эээ, как его назвать, жажда. Отображается в виде капелек. И вам ее нужно будет постоянно пополнять, чтобы не умереть от жажды. Более того, от жажды вы умрете куда быстрее, чем от еды. Реализм, черт его побрал. Для того, чтобы пополнить жажду, вы, соответственно, можете воду пить. Набрал в бутылочке. Я, естественно, отравился, потому что вода сырая. Ее нужно предварительно обрабатывать в печке. Теперь, ребятки, выживать вам будет в 100 раз сложнее. Ой, ё-моё. У меня, в общем, жажда и сухость во рту от этой воды получается на 21 секунду. Что интересно, если в воду погружаемся, то вы охлаждаетесь. Соответственно, это самый простой способ охладиться. В холодных биомах вам придется использовать теплые вещи. Швы Майнкрафта и сотни других игр тебя ждут на geronshop.ru. Все ссылки в описании. Жду вас там. И вот такие вот они, вот так они выглядят. Соответственно, все это, естественно, прекрасно крафтится. И шкур животных, которые вы будете встречать в мире, без проблем. Эта одежда, например, будет меня обогревать. Также здесь есть катушка Теслы. Что это? А, электрообогреватели. О, Герон. И какой-то другой обогреватель, который будет охлаждать, чтобы вам было приятно в вашем доме. То есть здесь все полный комплект продуманное. Еще можно будет греться у кострах. Опять-таки, это самый дешевый вариант. И так далее, и там подобное. Классно, клево, интересно. Дальше мы добавляем мод на реалистичную генерацию мира. Wild Nature. Нажимаем Customize. И здесь можно выбрать пресеты. Давайте, я не знаю, выберем... Cave of House. Классно, клево, интересно. Здесь же можно менять настройки. Будет ли данжи? Можете отключить данжи для пущего реализма. Будет ли раввинцы? Как часто будет у вас встречаться данжи? Как часто у вас будут водяные озера? Как часто они не будут встречаться? Какого размера будут биомы? В общем, короче, играться здесь можно овер дофига. И очень долго, и со вкусом. Просто полюбуйтесь на эти монументальные горы. К примеру, вам генерация из Wild Nature. Классно, клево, интересно. Прибираться по такой пресеченной местности вам будет адски сложно. Это круто. Вы только гляньте, какая красотища. О май гад. Естественно, чтобы эту красотищу видеть, нам нужно рендер дистанции 12 чанков, как минимум. Офигенно. Конечно же, прицепом идут кастомные деревья, сделанные из ванильных блоков. Почему бы и нет? Ой-ё-моё, какая красотинь-то. Здесь немножко заглючило, но тем не менее. Страшные холмы, поросшие огромными деревьями. В котором водятся страшные-престрашные монстры. Глянь, прям сказочный лес. Twilight Forest, вне Хогвартса. Точнее, не так, сумеречный лес, вне сумеречного леса. Офигеть можно. Еловый лес, похоже на еловый лес. Не на кусок говна, как обычно. Круто. Тропический мангровый лес. На самом деле, модов на реалистичную генерацию мира довольно много. Там есть еще Open Train Generation, Alternative Train Generation и так далее. Все ссылки на подходящие моды будут в описании под видео. Пробуйте, тестируйте. Я вам еще вот что хочу показать за компанию. Активно-хардкорная генерация мира Wasterlands из мода EZ Wasterland. Благая, которому теперь мир будет выглядеть вот так вот. Угу. Очень много мобов и очень много огня. И ни хрена никакого дерева. Древесину здесь вы выращивать, конечно же, не сможете. Вам придется рассчитывать только на маленькие чахлые кустики и древесины. А еды здесь тоже нет. Вам ее придется еще тщательным образом долго поискать. Умирать его здесь будет много, часто и со вкусом. Классно, клево, интересно. Офигеть можно. Тут еще, кстати, пустыни добавили крутые. Третий мод на сегодня Hardcore Darkness. Благодаря которому мир становится настолько темный, что глаз выкори. Вы просто видите, без освещения в естественной природе ни черта не видно. Здесь хотя бы огонь горит. А теперь смотри, как обычно. Ни черта не видать. Даже, блин, я ничего не вижу. А уж вы-то и тем более. Зато монстры прекрасно вас будут видеть в темноте. Так что ночью вас будут, конечно, жрать все, кому не лень. Хардкор Darkness рулит. Классно. Дальше идет мод Epic Siege Mode. Даже в одно лицо и в один этот самый мод вам обеспечит зомби-апокалипсис. Во-первых, мобы становятся сильно умней. Им гораздо проще найти вас. Это во-первых. А во-вторых, они прекрасно начинают координировать усилия с другом. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Где зомби? Ух ты ж, блин. Какие злобные песики из мода Wild Nature. Которые тоже охардкуривают вашу жизнь слегка. И мне кто-то еще умный стреляет. Ауч. Вот-вот-вот. Зомби начинают собираться толпой. Они знают, что они в одиночку меня не вынесут. И поэтому такие... Не-не-не-не-не-не. В одиночку мы не будем. Один из них скрылся. Второй уже... Второй уже несет на своих плечах крипера. Ничего необычного. Ну и так далее. На максимальных настройках Apex Siege Mods позволяет мобам ломать блоки. Открывать двери. Пользоваться лестницами. Я имею ввиду лестницами вертикальными. Вот такими. Ну и так далее. Чего в принципе обычные мобы делать не умеют от слова совсем. Более того, они могут вставить под собой блоки. Ну и так далее. И там подобное. По умолчанию в Apex Siege Mods просто делать всех мобов чрезвычайно умными и чрезвычайно хитрыми. Конечно же, все это потребляет ваше FPS. Поэтому, может быть, с использованием этой модификации, особенно по ночам, будет вас немножко подлагивать. Если процессор не вывозят. Тут с этим ничего не поделаешь. Это классно, клево и интересно. Ауч. Дальше мы добавляем мод The Crude Start, который добавляет маленькие камни. Казалось бы, нафига они нужны? Все очень просто. Из них выпадают камешки. Из этих камешков можно крафтить всякое. Всякие топоры и Headless и прочее, прочее. Это классно, клево, интересно. А, и еще ветки. А теперь объясняю популярное, зачем это нужно. Дальше идет второй мод, который прекрасно его дополняет. Do not touch me. Этот мод устроен таким образом, что вы получаете урон, если вы бьете любой блок неправильным инструментом. То есть, фактически, это значит, что вы не сможете добывать древесину просто руками. То есть, вот так сделать. Вот видите, я пытаюсь рубить дерево, и я получаю урон. Чувствуете? Ауч, больно. И все равно блок-то не ломается. В этом вся проблема. Сначала вам придется собирать камешки и веревочки, и кусь, как его, веточки на земле. Из них крафтить себе каменный топор, какой-нибудь попроще. А потом уже с этим каменным топором... Вот он. Как белый человек, рубить уже деревья, как видите. No problem. Ау, меня еще холод убивает, как оказывается. Ауч. Дальше у нас идет очень важный мод, называется он Enchanted Visuals. Который добавляет вам такие вот кровавые пятна, если у вас мало здоровья. Это классно, клево, интересно. У вас мало здоровья, все будет в кровавых пятнах. Навернулись неудачно с какой-нибудь высокой штуки, вот так вот. Вот так вот. У вас будут какие-то кровавые пятна. Ну и плюс, конечно же, комплектом его дополняет мотор BetterPVP, который добавляет в центр экрана всякие полезные обозначения. Вас стреляют, у вас будет огромный лук в центре экрана. Вы видите, используете ночное зрение, у вас будут соответствующие значок и таймеры по центру. Ну и так далее. И не забывайте, что если вам будет холодно, то у вас экран начнет синеть. Если вам будет жарко, то у вас будет покрываться оранжевым таким цветом. Ну и так далее и тому подобное. Если у вас, кстати, здоровья совсем мало, у вас начинает мутнеть в глазах, слышится сердцебиение и происходить всякое. Гляньте, гляньте. Ужас. Чувствуется, что персонаж умирает. Обалдеть можно. Дальше идет мод General Disistors, который отвечает за землетрясение, вулканы и прочее. Для начала давайте посмотрим на вулканчик. Когда вулкан спавнится, начинается цвета музыка капитально лагать и все проседает куда-то в жерло вулкана. Ну так оно и бывает. Где-то там грохнуло и потом все начинает проседать. Вулкан по умолчанию спавнится, кстати, только на пятом уровне и пока, покуда все проседает дерьмо вниз. Давайте подождем, что теперь делать. Рано или поздно отсюда должна начать фонтанировать лава. Мне пришлось перебраться в другой мир, чтобы не лагало так сильно. Окей, теперь смотри. Что еще можно сделать? Счетом, по идее, комплекта должно идти было, как его называют, 7 трясений, после которых остаются вращения, которые могут снести ваш дом. Что-то типа вот такого. Но, как говорится, это найти довольно сложно. Дальше мы добавили мод Weather and Tornado, который добавляет, как это ни странно, торнадо, который спавнится во имя дождя, грозы и так далее, просто потому что им так захотелось. И они любят гулять по окрестностям, разрушая блоки и засасывая всех живых существ. Если такая штука пройдется по вашей базе, от нее мало что останется, но тем не менее. Это классно, клево, интересно. Самое интересное, что как-то по снегу она работает не очень хорошо, но вот эти мобы точно сдохнут, потому что она их покрутит, покрутит, выбросит на многие десятки блоков куда-нибудь куда подальше. Классно. Выглядит, конечно, охранительно, эпично, ничего не скажешь. Давайте затестим на своей заднице. О, меня начал уже засасывать. Давай, кушай, кушай меня, давай, 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 давай. Я готов лететь. Ой, ё-моё. Давай, поднимай меня уже, штука. Ой, ё-моё, какие, как страшно-то. Работает обычно эта штука несколько минут. Успевает пройтись там, по опыту могу сказать, несколько десятков или сотен метров. А потом поуспокаивается и выбрасывает все, что там нахваталось. В общем, работает как обычная торнадо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, меня сейчас выплюнет, по-моему. Торнадо, эй, ты слишком рано как-то. О-о-о-о, мой гад. А почему я выжил-то? Это баг, что ли, такое? Странно. Ну, это, конечно, жопа. Меня подкинул до 240 уровня. Наконец-то я сдох. Наконец-то этот день настал. Офигеть можно. Я не знаю, сколько она там будет бесноваться. Пошли отсюда. Так выглядит высокий ветер. Тоже очень красиво. Сильный ветер. Глянь на это. Просто очень сильный ветер. Как его называть? Сирока. Бывает в тропиках. Это еще так называемый град, который ничем не отличается от сильного дождя. Он даже стекло разбить не может, потому что это какой-то неправильный град. И тропический циклон. Работает как торнадо. Тоже закидывает в небеса все, что плохо лежит. Но гораздо, гораздо, гораздо больше по размерам. И выглядит, конечно, он тоже похоже, знаете, как на помесь града, снега, хейн знает чего и вот этого торнадо. Тропический циклон, это классно. Короче, конечно, совершенно не обязательно. Тем не менее, еще бы я поставил мод Better PvP. Чтобы была мини-карта, чтобы не заблудиться в трех соснах. Потому что путешествовать по миру в таком же выживалке довольно интересно. Не забывайте подписываться. Ролики выходят каждую субботу, четверг, воскресенье. И подписываться на канал Герон Гайда, где гайды выходят каждую субботу, воскресенье. Всем удачки, всем пока, форму вам бабла. Не забывайте оставлять предложения на следующую серию. И, глядишь, вы попадете в новый ролик. Почему бы и нет. Любая задача. Все решаемо в Майнкрафте с минимальным количеством модов. Такие дела.